В Государственной Думе Михаил Мишустин отметил, что несмотря на пандемию, правительства вместе с регионами смогли решить задачи, поставленные президентом, в том числе по реализации национальных проектов. Акцент в работе был сделан на росте экономики и сохранении здоровья людей. Во втором квартале прошлого года мы вышли на допандемийный уровень по объему волового внутреннего продукта. И в целом, по итогам прошедших 12 месяцев, объем ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд российский несырьевой, неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на 40%, примерно до 200 миллиардов долларов. Основной вклад в экономику внесли промышленности торговли, в основном за счет внутреннего спроса. Обрабатывающий сектор прибавил 5%. За два пандемийных года темпы роста российской экономики в пять раз выше, чем в развитых странах. Что касается повышения качества жизни, то здесь глава федерального правительства отметил, что в прошлом году были проиндексированы пенсии и введены ряд пособий для будущих мам, многодетных, детей и пенсионеров. В Ульяновской области, к примеру, пособия на детей от 8 до 17 лет получают почти 16 тысяч одиноких родителей. Почти 2000 жительниц региона получают выплаты вставшим на учет в ранние сроки беременности. В сентябре 43 миллионам пенсионеров сделали дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей. Адресную поддержку по решению главы государства оказывали и семьям с детьми. Там, где растут школьники, предоставили по 10 тысяч рублей к новому учебному году. Помогли им собрать в школу почти 21 миллион ребят. Также премьер-министр сообщил, что родители более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет смогут получить новое ежемесячное пособие с мая до конца года. В сфере здравоохранения за 2021 год в стране отремонтировали больше тысячи поликлиник и больниц. Направили в регионы свыше 1600 машин скорой помощи. Ведь каждая минута – это спасенная человеческая жизнь. В минувшем году было построено и заменено почти 3000 ФАПов. В Ульяновской области в здравоохранение было привлечено немало федеральных средств. Например, по итогам визита Мишустина в регион в прошлом году было выделено 283 миллиона рублей на капитальный ремонт приемного отделения и дооснащение оборудованием отделения областной детской больницы, а также на приобретение медицинского оборудования для городской поликлиники номер один. Продолжалось строительство и медпунктов в селах. Всего мы ввели 9 ФАПов в прошлом году. Программу дальше будем продолжать в этом году. Еще 6 новых ФАПов откроют свои двери. В области у нас более 500. Из них 111 требуют как ремонта, поэтому эту программу, безусловно, мы будем продолжать. И очень надеемся на вашу поддержку. В Госдуме Мишусин анонсировал, что более 8 миллиардов рублей в ближайшее время поступят в регионы на оснащение отделений медицинской реабилитации. Также премьер-министр поручил субъектам в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. Хорошие результаты показала и строительная отрасль. За прошлый год 4 миллиона семей улучшили свои жилищные условия. 93 миллиона квадратных метров введены в эксплуатацию. Это рекордный объем строительства за всю историю нашей страны, включая советский период. Опережающим темпами растет расселение граждан из аварийного жилья. 132 тысячи человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 миллиардов рублей. В этом году сформируют новую программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На ее реализацию в ближайшие несколько лет предусмотрят 45 миллиардов рублей. Анна Тищенко, Управда ТВ.